всех приветствую мы начинаем наш прямой эфир на очень действительно такую и важную и злободневную тему тему желаний мы к этой теме подходили полторы недели как минимум вот и сейчас у нас должен быть определенный такой апогей на тему желания поэтому смотрите смотрите этот эфир и обязательно проверяйте его проверяйте его на себе смотрите то как это резонирует с вашей жизнью ну а чтобы это работало и резонировало обязательно конечно же важно знать свой дизайн свой дизайн человека важно видеть свой бодиграф и это одна из первых задач которую нужно сделать поэтому пока я говорю некие водные слова для тех кто еще пока не знает да как определить свой дизайн как посмотреть свой бодиграф я сейчас напишу как раз тот сайт где можно узнать свой дизайн посмотреть на свой бодиграф для того чтобы тема сегодняшнего прямого эфира была не просто теоретически интересно она была практически применима она была не теоретизирована ее можно было бы брать и применять в свою жизнь в первую очередь до проверять ее на себе и дальше двигаться уже вовне для того чтобы корректно взаимодействовать и со своими родственниками со своими детьми со своими супругами родителями коллегами на работе тема желаний это для меня сейчас по крайней мере краеугольная тема самая важная и самая центральная которая может быть потому что по словам доктора курпатова книжка которая сейчас читает желание или способность хотеть это основное отличие человека от машины то есть человека можно сравнивать с компьютером да там по скорости обработки информации по памяти в принципе это и другое есть и у человека и у машинного компьютера а вот умение хотеть способность хотя бы до хотеть желать вот это вот намерение идущие изнутри это конечно же прерогатива человека и слава богу и этому мы сегодня посвятим прямой эфир поэтому завершая вступительное слово обязательно посмотрите свой дизайн перед тем как смотреть этот прямой эфир сейчас или в записи для того чтобы понимать о чем будет дальше идти речь потому что тема желаний она не абстрактно она очень конкретно и она связана с физическим планом она связана и со здоровьем возможно кто-то узнает и себя в том в той информации которая здесь будет даваться узнает свои проблемы узнает их причину и это действительно будет дорогого стоить для того чтобы дальше над ней работать и менять себя к лучшему причем как на духовном так и физическом плане ну что ж будем начинать тема желаний очень глубокая она настолько глубокая насколько глубок и вообще дизайн человека я в своих и постах и stories и предыдущих видео говорил что дизайн человека это как психотерапия и даже чуть-чуть глубже и сегодня мы как раз будем заглядывать за ширму за ширму желаний мы будем идти не просто что я хочу да мы не будем идти на уровень глубже на ступень глубже почему я этого хочу и вот это вот очень глубокий очень важный момент который мы сейчас будем смотреть будем изучать и будем обязательно держать в голове первый постулат дизайна человека это то что все мы разные это действительно большое откровение в какой-то когда-то и для меня оно было потому что всегда как-то сначала думаешь что есть некий идеал есть некий такой какой-то скажем так эталон которому надо стремиться который нужно достигать а на самом деле дизайн человека говорит нам о том что все мы разные у нас у всех своя стратегия у нас у всех свой путь у нас у всех свои реакции и это даже не про какие-то ситуативные отклики в моменте это про то что в нас действительно заложено то что мы практически не можем вообще никак изменить мы можем конечно с этим бороться мы можем это взять на вооружение использовать это и двигаться с этим еще быстрее и у каждого человека вот этот инструментарий он очень разный и сегодня говоря про тему желаний мы конечно же не сможем обойти энергетический центр центр эго сердечный центр в дизайне человека я надеюсь да все видели свой бодиграф все его смотрели все уже знают что с 1800 какого-то года мы уже не 7 центровые люди у нас не 7 энергетических центров как нам говорит об этом индийская культура йога и все остальное именно в это время произошла мутация и мы стали 9 центровыми и сегодня мы будем говорить как раз про один из девяти центров это эго центр центр сердечный который как раз и отвечает за волю желание наши хотения и способы их достижения сердечный центр я надеюсь все видели свой бодиграф это самый маленький треугольничек такой слегка чуть-чуть вот правее если смотреть на свой бодиграф он может быть либо закрашенным либо не закрашен этот центр связан с жизненно важными органами он связан с сердцем естественно он связан с желудком он связан с вилочковой железой и и желчным пузырем то есть это действительно в жизненно важные органы без которых естественно человеческое тело функционировать совершенно никак не может и вот вдумайтесь насколько важная глубока сегодняшняя тема то насколько корректно мы проживаем энергию эго центра нашего сердечного центра так себя хорошо и чувствует даже наши органы на физическом плане мы будем этого касаться сейчас рассматривая определенный неопределенный центр но перед тем как мы к ним перейдем для того чтобы информация ложилась максимально логично важно как раз проговорить что вот этот вот треугольничек до в бодиграфе когда вы введете свою дату время место рождения он у вас будет либо закрашен сердечный центр либо не закрашен и поскольку темой сердечного центра является как раз желание воля достижения то механизм обуславливания определенным центром не определенного он здесь точно также работает точно также актуален что такое механизм обуславливания это механизм влияние любой центр бодиграфе если он определен если он закрашен это означает что энергия в нем стабильно энергия в нем течет каким-то определенным образом она не мечется она такая какая она есть она может более-менее как-то отклоняться но она всегда имеет какое-то определенное направление это значит что люди с определенным центром стабильно знают чего хотят и как этого добиваться а вот люди с открытым центром это люди где у которых энергия в как раз сфере желаний в сфере намерений в сфере воли она нестабильна она нестабильна она может быть сегодня так завтра так сегодня эту хочу завтра эту хочу почему так происходит это происходит как раз потому что на открытое сердце происходит влияние или говорим открытое сердце обуславливается закрытыми это значит что если например у вас сердце открыто и в вашем окружении есть человек с определенным сердцем с высокой долей вероятности что вы будете хотеть его желаний если вы конечно же не вышли из головы не расчистили свои желания о чем мы сегодня достаточно подробно будем говорить ну что ж обо всем по порядку и я думаю что сейчас мы как раз уже готовы на перейти к некой теоретической части без нее никак согласитесь но это теоретическая часть будет конечно же про жизнь она будет как раз про то как мы живем то что с нами происходит это про каких какие люди существуют у нас и как эти люди хотят желают и достигают как вы уже поняли в сфере желаний на планете есть два типа людей два типа людей а люди у которых сердечный центр определен и не определен те у кого он определен таких людей на планете 30 процентов думайте всего 30 процентов людей на планете это люди которые по-настоящему знают чего хотят их желание стабильны их желание их желание извините за тавтологию и они действительно могут ставить цели и умеют их достигать всего одна треть это не так много и как раз вот это одна треть очень сильно и как раз задает темп задает музыку задает характер желаний вообще куда движется человечество почему потому что открытые центры они определены они обуславливаются так вот а при определенные центры люди с определенным сердцем это люди которые умеют ставить и достигать цели это люди которым корректно ходить на различные мотивационные тренинги различные марафоны финансовые еще какие-то да это люди которым корректно и правильно давать слово но потом его очень важно держать то есть это те самые люди которые согласитесь нередко становится некой ролевой моделью то есть а таких людях мы говорим мы часто говорим какой молодец как вот он поставил цель вот он достиг он смог а вот что ж ты разве почему что так не можешь знакомая наверняка ситуация я думаю что вы ее как слышали ну например от ваших родителей или супругов так и сами говорили ну например вашим детям а может быть друзьям подругам и так далее так далее представьте какое здесь большое есть заблуждение 70 процентов людей очень нередко пытаются быть как 30 процентов людей хотя они такими не являются ими таким быть не надо а те 30 процентов которым сердце определено которые назовем их достигаторы которые могут ставить цель могут ее достигать могут прокладывать ту самую дорожку через action план и идти может быть иной раз через волю через надо через не могу для них это корректно но они потом смотрят на других 70 процентов и начинают их осуждать ложное я определенного центра это как раз обсуждение осуждение людей с открытым центром почему потому что люди с открытым центром они не могут быть такими волевыми для них это неправильно некорректно и как раз ложное я определенного сердце это то что они эти люди могут начать осуждать людей которые не волевые которым это неправильно которым это не надо кто у которых совершенно своя свой путь своя стратегия и свой способ достижения в том числе материальных благ и благосостояния это очень тонкий момент поэтому если вы обладатель определенного сердца если вы достигатор то ради бога будьте им это здорово классно это хорошо используйте это ходите на тренинги ходите на различные мотивационные семинары но не тащите за собой людей с открытым сердцем не заставляйте своих детей быть волевыми сильными собираться не быть тряпкой вот эти вот все слова вот этот вот весь набор это очень очень важно почему потому что в противном случае если вы будете тащить за собой вы будете их разрушать как мы сказали в начале практически на физическом уровне это действительно такой важный и тонкий момент и вы люди с определенным сердцем должны его понимать должны понимать что не все такие как вы не все такие сильные не все такие волевые не все такие умеющие простроить план действий и может быть чуть-чуть потерпеть но все равно добиться до у всех свой путь это очень важный момент и людям вот с определенным сердечным центром я хочу именно вот этого пожелать вам нужно научиться не осуждать людей вокруг если они не такие как вы и с другой стороны вам как раз не нужно в другом своем проявлении ложного я пытаться играть в неволевого человека слабого человека человека скромного это еще тоже очень важный аспект определенного сердца скромность согласитесь тоже наверняка вы слышали много фраз и в детстве не пижонсе не якой что ты якаешь а можно о ком-то другом послушать они себе и все остальное большое открытие людям с определенным сердечным центром нормально правильно и корректно рассказывать о себе презентовать себя любить себя ценить себя и выражать себя это нормальный правильно почему потому что сердце определенное она хочет выражаться она хочет быть на виду она хочет быть в центре внимания и она хочет вот этого уважения принятия почета это для него естественно и правильно и вспоминаем если эго-центр проживается по своей энергии некорректно начинаются проблемы в том числе и на физическом уровне просто вдумайтесь в это если мы например забиваем детей своих да у которых определенное сердце и мы начинаем их там призывать давай давай будь поскромнее будь потише не надо только о себе что ты все время якаешь а что то вот это вот все ребенок может соскочить свое ложное я то есть для ребенка это было корректно он нормально себе якал нормально себе говорил и родители его забили они забили его и по сути дела энергия которая должна была выражаться она зациклилась в нем ну а раз она в нем зациклилась она начала бить по нему а почему да по тем самым жизненным органам которым связан эго-центр сердце желудок желчный пузырь вилочковая железа то есть очень важно жизненно важные органы поэтому и детям и взрослым это очень важно понимать для эго определенного центра ложная скромность она ложная она не нужна она разрушительна она плоха человек с определенным сердцем он имеет право и ему это вообще жизненно необходимо себя выражать себя показывать показывает свою силу волю красоту свою свое эго вот одним словом да свое эго это действительно очень очень важно и тут уже есть другая сторона в этот момент приходят люди с обычно неопределенным эго-центром и начинает вот как раз вот эту всю телегу да не пижонсе не якой хватит о себе а еще о ком-то можно послушать и человек так сказать не понимающе да кто он такой его очень легко можно будет развернуть его можно будет развернуть на ложный путь наложенная развернуть его энергию против него самого и если человек это не понимает он начинает думать ну да чё это я действительно чё это я все про себя да про себя Давай-ка я помолчу, давай-ка я потише буду, давай-ка я не буду так сильно пижониться, давай-ка я не буду все вот это вот для себя. Это проблема, это проблема, это проблема и она растет опять же из чего? Из незнания. Из незнания того, что все мы разные и нам нужно быть разными, это очень важно, это очень важно. И понимание корректности проживания энергии эго-центра, она как раз вот делит нас на два больших лагеря. В ложном своем я мы начинаем воевать и сталкиваться, а в истинном я мы начинаем принимать, понимать и взаимодополнять друг друга в своих сильных и слабых сторонах. Если есть вопросы по определенному эго-центру, да, обязательно пишите, задавайте, с большой радостью буду на них отвечать. А сейчас перейдем как раз на другую сторону, на сторону открытого сердца. Людей с открытым сердцем это как почти генераторов, да, 70% на планете. Это подавляющее большинство, это получается 2 трети людей у нас на планете имеют проблемы с желаниями. Только вдумайтесь в это, 70% людей на планете толком не знают чего хотят или хотят чего-то не своего. Круто, да? По-моему, очень круто. Это, ну, когда я это первый раз осознал и осмыслил, это просто был крышеснос. И я как эмо-манифестор с открытым сердечным центром, естественно, моментально нырнул туда, да, но об этом чуть-чуть попозже, я думаю, в завершении будем говорить. А сейчас тоже важно, опять же, посмотреть вот эту динамику, покрутить ее, потому что, во-первых, это большинство, это большинство. Во-вторых, там тоже очень много тонких моментов, тонких нюансов, поэтому давайте разберемся и с открытым сердечным эго-центром. Открытый сердечный эго-центр это, как мы говорили, да, центр желаний, воли и всего остального. Но с нестабильной энергией. Это значит, что она сегодня такая, завтра такая, сегодня это, завтра то. Почему это происходит? Это происходит как раз из-за того, что происходит постоянное обуславливание. Обуславливание открытого эго-центра, оно возможно как в моменте, то есть вот что-то мне кофе захотелось, с одним человеком рядом постоял, пообщался, что-то мне кофе захотелось, с другим человеком постоял. Что-то мне спать захотелось, с третьим рядом постоял, не знаю, что-то никогда не любил там такую-то марку машин, а что-то вот почему-то накатил, а что-то подумал, вот захотел. Отслеживайте эти моменты. Начинайте наблюдать за своими желаниями, за своими намерениями. Это очень тонкий, очень интересный момент. Почему? Потому что если мы живем неосознанно, если мы спим, если мы не отслеживаем и не смотрим на энергию нашего эго-центра, нас кидает и метает, ну нас это, да, людей с открытым, открытым эго-центром, метает и кидает как раз из стороны в сторону. То одного хочу, то другого хочу, то хочу вот этого, то потом хочу вот этого, а еще вот это вот хочу, а еще вот это бы неплохо. А вообще потом так разберешься иногда, остановишься и думаешь, а что это со мной, куда это меня поднесло. Наверное, знакомая ситуация. Так вот, если мы живем неосознанно, то нас вот так вот и мечет, как бильярдный шарик. Но если мы начинаем саморефлексировать, если мы начинаем становиться в позицию третьего, если мы начинаем смотреть за своими желаниями, ага, а вот это откуда пришло, ага, а вот это откуда пришло. А интересно, а вот это я сейчас почему захотел. Мы начинаем заглядывать за кулисы и перед нами разворачивается целый театр, целый реальный театр. Мы начинаем понимать истинные желания людей вокруг нас и мы начинаем понимать, что вот это пришло оттуда, вот это пришло от этого человека, вот это вот вообще тоже точно не мое, но, как говорится, я давно на это повелся, поэтому сейчас надо как-то из этой ситуации выруливать плавно и без резких движений. Жизнь становится очень интересна именно в аспекте вот этого театра, театра желаний. Он прямо перед нами разворачивается в таком случае. Мы начинаем над нем наблюдать, мы начинаем брать одно, смотреть, ставить на место, брать другое, смотреть желание, ставить на место. И это очень-очень интересная практика, очень важная. Почему? Потому что вы только вдумайтесь, 70% людей в зоне риска прожить свою жизнь вообще достигая не своих желаний. Это реально жесть, это очень большой риск. И как дизайн человека говорит, мы все в любом случае пройдем свой опыт в жизни, но либо мы его пройдем по ложному я, либо мы его пройдем по своему истинному я, по своей стратегии авторитету. И, конечно же, хотелось бы второго. Конечно же, не хотелось бы быть вот этим вот бильярдным шариком, желание которого мечутся, летают от людей вокруг, заряженных от людей с определенным эгоцентром, от рекламы, от чего-то еще, от какой-то информации. Туда пришло, сюда пришло, что-то в голову залетело, что-то опять в сердце обусловилось. Это очень-очень тонкий момент, и для того, чтобы не быть вот этими бильярдными шариками, нам очень важно, опять же, нам, людям с открытым эгоцентром, наблюдать за своими желаниями. Смысла с ними бороться особого нет. Мы просто должны наблюдать и должны думать. А может быть, рядом с одним человеком нам вот почему-то хочется чаще вот этого. А вот если этого человека рядом нету, а есть другой человек, мне начинает почему-то хотеться чего-то еще. А вот с этим вот так вот. А когда я вообще один остаюсь, а чего я действительно хочу, когда я вообще один остаюсь? Ну вот реально. Вот я реально хочу Бентли, когда я сижу перед озером и медитирую, и любуюсь природой на своей родной земле. Или не хочу Бентли. Вот интересно, да, задайте себе этот вопрос. Люди с определенным центром, наверняка они как хотели, так их и будут хотеть. А для людей с открытым центром здесь будет очень много открытий. Очень много различных инсайтов. Хочу ли я действительно Бентли, квартиру? Хочу ли я действительно там жить? Или почему это желание ко мне пришло? И что оно со мной сейчас делает? И представьте, можно вкладывать всю свою жизнь во что-то, что пожелал другой человек. Это действительно трагично, драматично. Но с другой стороны, уйти от этого это очень красиво. И чтобы уметь от этого уходить, людям с открытым как раз эго-центром очень важно уметь отслеживать вот эти желания. И у вас, у нас, у людей с открытым эго-центром есть этот дар, есть эта способность. Видеть и смотреть намерения других людей. Мы можем это буквально вот осизать и чувствовать. Если мы находимся в позиции третьего, в позиции наблюдателя над своими желаниями и начинаем ими управлять, а не они управляют нами. Давай-давай, беги туда, давай-давай, беги сюда, а теперь вот здесь, а теперь вот это для этого. Вот чтобы не быть вот этими бильярдными шариками, рабами вот этих вот желаний, да, мы должны быть в позиции третьего, если у нас открытый эго-центр. Еще очень важный момент для людей с открытым эго-центром, это проявление ложного я через сравнение, через сравнение и самодоказательство. Поскольку открытому эго-центру как раз некорректно быть волевым, некорректно быть достигатором, некорректно ставить цели и достигать их там кровь из носа, мы потерпим, но добьемся и так далее, и так далее. Людям с открытым эго-центром это все некорректно, это все не нужно. Если вы сейчас себя пушите, заставляете на воле, я смогу, ходите там, например, на мотивационные тренинги и пытаетесь подзарядиться, у меня нет мотивации, мне нужна мотивация, вроде сходил на тренинг, вроде она куда-то опять потом делась. Это все ложный путь, это все ложное проявление эго-центра, это путь разрушения. Опять же, это действительно будет разрушать на физическом плане, потому что эго-центр, сфера желания связана с желудком, сердцем, желчной железой, желчным пузырем и вилочковой железой. Это очень-очень важно понимать. Если мы неправильно проживаем энергию нашего открытого уже теперь эго-центра, мы начинаем иметь проблемы с этими органами. И если уж абстрагироваться даже от физического плана, то постоянная гонка вот этих вот сравнений, вот этого самодоказательства, вот этого постоянного какого-то желания себя сравнить, отранжировать, поставить на первое место, нет, второе, нет, наверное, третье. У меня есть родственник, ему уже за 60, и он пришел на каток и начал кататься. Представьте, родственник ему за 60, он начал кататься на катке, и потом он рассказывает. Ну, я думаю, что я там был примерно, наверное, где-то третий-второй, наверное, по классу катания. Поверьте мне, люди с определенным сердцем, с определенным эго, они никогда не заморачиваются на эту чушь. А вот люди с открытым эго-центром, в своем ложном проявлении, они постоянно себя сравнивают. И это настоящий круг ада. Я это точно знаю. И те 70%, которые нас смотрят, тоже. Это ложное я, и завязывайте с этим. Завязывайте со всякими волевыми практиками, со всякими, скажем так, волевыми достигаторствами, с планами действий, стратегией достижения. А мы сейчас поговорим, как нам надо все это делать и достигать. Но вот это вот волевое достигаторство, кровь из носа должно быть полностью вышернуто из жизни. И вот это постоянное сравнение, это ведь огромные затраты энергии. Вы только вдумайтесь. Человек с открытым сердцем, он может постоянно себя сравнивать. Постоянно. Как только я выхожу из осознанности, утром на пробежке я сравниваю себя с бегуном. Где-то в пробке я сравниваю себя с кем-то в какой-то соседней машине. Где-то еще там, не знаю, на работе, да, я могу сравнить себя с другим каким-то предпринимателем. Это ужасно. Это проклятие. И это отжирает огромную часть энергии. Энергию, которую мы могли бы направить на те процессы, на те дела, которые действительно бы нас продвигали, которые действительно нам нужны. А здесь эта энергия просто уходит в воздух. Просто в никуда. Мы просто варимся в каком-то ментальном котле. В кошмаре, который мы сами создали. Мы постоянно себя сравниваем, ранжируем. Ага, я лучше. А может быть она лучше сегодня одета. Ну ничего, я завтра ее нагрею. Причем это она условная, да. Она может быть с определенным сердцем. И вообще она так не мыслит. И вообще об этом не думает. И вообще эти все соревнования ей смешны. И никогда были не нужны. Но людям с открытым эго-центром это свойственно. Поэтому очень важно с этим завязывать. Это огромный отток энергии. И этот отток энергии может бить в том числе и просто даже по физическому здоровью. Это центральный важный момент. Поэтому если у вас в окружении есть родственники, дети, супруги с открытым эго-центром. Если он у вас открыт. Эту тему очень важно поднимать. Очень важно поднимать. Потому что она сэкономит такой потенциал энергии, если прийти в истинное свое проявление. Она сэкономит такое количество сил, времени и нервов. Давайте называть вещи своими именами. Что будет просто действительно квантовый скачок в жизни качественной перемены к лучшему. Сто процентов. Просто не замечая это. Или думая, что это нормально. Или думая, что ну а что, так же все, наверное. Вот. Люди с открытым эго-центром сливают просто гигантскую часть своей энергии. Поэтому с этим надо завязывать однозначно. А как же вы спросите, да, корректно. Для людей с открытым эго-центром корректно фокусироваться на процессе. Корректно фокусироваться на удалевольствии. На пути. Если человек, то, что он делает сейчас, да, с открытым эго-центром, получает от этого удовольствие, это как раз значит, что это то, чем он должен заниматься. Потому что через удовольствие, через движение вот это вот в пути не цель и кровь из носу достигаю, а двигаюсь в ту сторону с удовольствием. Вот это как раз стратегия людей с открытым эго-центром. И именно эта стратегия как раз приносит, ну, во-первых, то самое удовольствие, во-вторых, финансовое благополучие. Почему? Потому что сердечный центр это в том числе и центр, который связан с деньгами. То есть, если мы корректно проживаем свой сердечный центр, мы финансово обеспеченнее в том самом своем коридоре, да, толерантности или допустимости. Если мы проживаем некорректно свой эго-центр, да, у нас и с финансами начинаются проблемы. Так вот, если люди с открытым эго-центром, вот сейчас тоже внимательно, да, идут на различные мотивационные тренинги, финансовые марафоны, там тренинги по расширению финансовой энергии и начинают там достигаторствовать. Не просто там посмотрел, принял к сведению и так вот потихонечку как-то плавно, да, там, ну, вот это попробовал, вот это попробовал, есть удовольствие, двигаюсь дальше, нет удовольствия. А они начинают вгрызаться. Я сделаю все задания, я сделаю все домашки, я успею, я, блин, через год миллионером буду или миллиардером, неважно. Только хуже ситуация начинается. То есть, ситуация на финансовом плане для людей с открытым центром через достигаторство ухудшается. Это очень тоже внимательный и важный момент, потому что сейчас у нас эпоха сумасшествия по поводу денег. Все измеряют размер личности друг друга через кошелек. Это, безусловно, печально, но раз уж это так и раз уж это, скажем так, такой краеугольный момент стал, то очень важно, очень важно тут тоже корректно проживать, проживать свой эго-центр. Поэтому, если определенному эго-центру правильно и корректно ставить, в том числе, финансовую цель и их достигать, достигать выливыми методами, давать слово, достигать, идти вот так вот по ступенечкам, да, через волю, это нормально. То для людей 70% населения нашей планеты, у которых центр этот открыт, гораздо корректнее этот центр не заставлять ставить финансовые цели. Двигаться через удовольствие, ставить план и двигаться, просто двигаться в нем, делать по ситуации все, что можно от меня сейчас и двигаться через удовольствие. В этом случае людям с открытым эго-центром приходит финансовое благосостояние и именно через этот путь. Если люди начинают, люди с открытым эго-центром начинают применять выливые практики в финансовом плане, их финансовая энергия сливается и утекает, потому что для них это некорректно. Вот представьте, насколько важна эта информация, да, которая сейчас была дана. По мне так она краеугольна. По мне так она и про энергию, и про желание, и про то, проживаем ли мы свою жизнь или не свою. И наверняка многие читали мой пост, который вчера был опубликован по поводу желания. Это как раз в ту самую тему, что неизвестно, как жизнь моя бы повернулась, но 100% в Москву я переехал не по своему желанию. Это было как раз желание моей мамы, которая с определенным центром в течение полугода-года говорила мне, как вот такой замечательный, гениальный, супер-пупер ребенок, ну а как может быть по-другому для любой мамы. Он должен переехать в Москву, он не должен жить в Волгограде, он не должен тут прозябать. И в какой-то момент мое сердце открытое, оно откликнулось, оно обусловилось. Я действительно все это прям так почувствовал и уехал в Москву. Было ли это мое желание? Ну, 100% нет. Но это именно так работает. Хотя на разумном плане я, конечно же, считал, что да, вот я взвесил все свои за и против, да, это мое решение. И это так и работает. Мы живем в семьях, мы работаем в коллективах, в компаниях. Да, сейчас удаленка, да, у большинства людей, но тем не менее. И мы постоянно влияем друг на друга. И постоянно люди с определенным эгоцентром влияют на людей с открытым эгоцентром. Поэтому людям с открытым эгоцентром, когда они как раз занимаются вопросом своих желаний, им важно понимать, что желания могут приходить из следующих источников. Самое первое и самое частое это, конечно же, родители. Наши родители влияют на нас во всех сферах жизни и в том числе в сфере желаний. И когда детство заканчивается, а это 30 лет по дизайну человека, в 30 лет у человека заканчивается детство, эти все желания начинают прорастать или чуть раньше, или чуть позже. Они начинают прорастать и очень важно как раз человеку в этот момент понимать, а почему, что это прорастает. Мое это или не мое. Второе это супруги. Это супруги. Естественно, это самые близкие нам люди, люди, с которыми мы максимально соединены на всех планах, и физическом, и энергетическом, и всех-всех-всех. Конечно, они влияют. Конечно. Дизайн человека, это, конечно, может быть, будет не всем удобно, но в целом рекомендует, особенно несакральным типам, спать отдельно. Почему? Потому что очень важно побыть одному, очень важно перезагрузиться, очень важно понять, кто ты такой. Если вспомнить, вот на Древней Руси муж и жена никогда не спали вместе рядом, ну там после года, после двух, после трех, да, после того, как они народили детей, они никогда не спали вместе. Да, конечно же, они уединялись, но постоянно спать в одной постели такого не было. Вот, и наверняка наши предки что-то знали. Так вот, как говорится, какая-то крупица истины тут есть, поэтому покрутите, посмотрите, никого ни к чему не призываю, не требую, но понаблюдайте за своим телом. Так вот, конечно же, от супругов желания тоже идут. И я вам могу сказать, как человек женатый дважды, что если ты проживаешь неосознанно свою жизнь в отношении энергии эго, если ты не отслеживаешь этот момент, то, боже мой, я просто достигал, жил и действовал постоянно под дудку желаний определенных эго своих жен. Это так, это правда жизни. И пока не узнаешь дизайн человека, ты будешь думать, что это твое желание, что это тебе надо, что это ты, что ты должен это достигать. И потом, когда-нибудь, в кризис среднего возраста или в преклонном возрасте, в пожилом, ты поймешь, е-мое, как же так, да на что же я жизнь свою положил, так это же вот оттуда-то пришло. Поэтому будьте очень внимательны со своими супругами. Это второй источник по силе, который как раз может влиять. Третий, это просто какие-то взаимодействия, взаимодействия с другими людьми и в ближнем коллективе, и на работе, то есть вот это вот наблюдение, откуда это желание пришло. И как раз, когда человек полностью разобуславливается, когда человек позволяет себе побыть одному, понаблюдать за своими желаниями, его аура, да, не должна касаться других аур, то есть в радиусе там 3-8 метров не должно быть никого. Тогда человек только может прийти к самому себе и честно себе начать отвечать на вопросы. А что же я действительно хочу? Кто же я такой? И все вот это вот для него проясняется. Поэтому вот эти вот практики сакрального детекса, уединения, побыть одному, все, что дизайн человека об этом говорит, к этому тоже очень важно прислушиваться. И тут нужно давать время и себе наедине с собой, и давать всем своим родным и близким, и не считать это там изменно или предательством, да как же так, да мы же вот навсегда вместе, почему ты хочешь побыть один. Человеку периодически очень важно побыть одному, причем человеку с открытым эго-центром тоже очень важно побыть одному для того, чтобы разобусловиться и почувствовать, какие желания его. В завершении хочу сказать, что эта тема очень важна, и конечно же для детей. Очень важно, чтобы все зрители посмотрели, какое сердце у вашего ребенка, определенное или неопределенное. Именно из этого вы увидите, что дети с определенным сердцем, им нравится достигать, им нравится быть сильными, вылевыми, и вы можете их туда тянуть. Но если вы будете туда тянуть детей с открытым сердцем, это может быть для них очень разрушительно, это может быть для них стать травмой. Почему? Потому что любое открытое сердце, оно хочет быть вылевым в своем ложном проявлении, и оно будет пытаться это доказать. Но для него это разрушительно, для него это неправильно, и для него корректно как раз совсем другая стратегия. Поэтому с детьми, с открытым эгоцентром, как раз им нужно объяснять, что их путь желания, их путь достижения, он другой. Он через удовольствие, он через пошаговое продвижение, с удовольствием и в определенном направлении, без каких-то четких волевых рамок и таймлайнов. Это очень важно, потому что дети с открытым центром, они очень ранимы. Они, как правило, смотрят на людей, на детей, на своих сверстников с определенным эгоцентром и пытаются быть такими же. А вы знаете, что детская среда очень жестока, и, конечно же, там вот этот вот уровень эмоций, уровень трений, уровень трагедии и драм, я говорю это без сарказма, он очень высокий. И здесь очень важно просто ребенка поддерживать и показывать ему, что он вообще-то другой. Ему не надо быть таким, ему не надо равняться на вот это, ему лучше направить свою энергию в другом направлении. И дети это обычно очень хорошо воспринимают, они воспринимают это все как есть, они не задают там много ментальных вопросов, они это слушают, они это пробуют и они чувствуют. Почему? Потому что люди с взрослением, они, к сожалению, перестают слушать свое тело. А дети как раз слушают свои ощущения, слушают свое тело. Поэтому в завершении совет, который я хочу дать, это слушайте свое тело. Действуйте согласно своей стратегии и согласно своего авторитета. Это значит, что генератор, если и манифестирующий генератор, действует правильно, действует в правильном направлении, он включается в процессы корректно, как это рекомендует дизайн человека. Это значит, он чувствует удовлетворение. Манифестор чувствует покой. Проектор чувствует успешность, рефлектор, удивление, восторг. Если вы будете ориентироваться на вот эти ощущения в теле, не в голове, я сейчас придумаю, я сейчас додумаю, надо, нужно, должен и так далее, и так далее, а именно от тела, то тогда вы будете понимать, вот в том или ином желании, в котором я сейчас двигаюсь, я двигаюсь в сторону своего счастья, в сторону как раз своей стратегии по дизайну человека, либо я постоянно страдаю, энергия уходит, и остается грусть, фрустрация, разочарование и злость. Вот этот вот центральный момент, момент слушания своего тела, это самый главный компас. И все свои желания я вам рекомендую проверить как раз на отклик тела. Просто покрутите те или иные желания, а к чему они ведут, а к чего они пошли, а зачем они, а как я себя чувствую в этот момент, пропустите их через свое тело, не через голову, а нужно ли оно вам, откликается ли на него тело, а может быть это желание, это замещение какого-то другого, более глубинного желания. Вот эти моменты я всем очень рекомендую разобрать и выходить на новый уровень осознанности, ну и вообще по-простому быть здоровыми, потому что тема желаний, это тема того, куда мы вкладываем энергию, а энергия это и есть наша жизнь и это тема, которая связана с нашим физическим здоровьем и прямо на него влияет. Всем спасибо большое и если будут вопросы, буду с удовольствием рад ответить на них в директ, пишите и до связи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok